Они скромно выходят за наградами и лишь вежливо улыбаться присутствующему. Ребята весьма сдержаны, хотя эмоции тут вполне уместны. Эти двое добыли 100 баллов на ЕГЭ. Рустам Супаханкулов отметил, что набрать 100 баллов на ЕГЭ по физике стало возможным благодаря кропотливой работе с начала учебного года. Вместе с преподавателем родного лицея номер один и репетитором он разложил все задания по полочкам и выложился по максимуму на экзамене. А вместе с этим успел стать призером нескольких всероссийских олимпиад по физике и географии. Именно в 11 классе я сделал упор на прорешивание заданий на большое количество практики. Поэтому помимо подготовки к олимпиадам, которая несомненно сыграла большую роль в моем достижении 100 баллов, я ходил к репетитору, которая помогала мне с прорешиванием именно типовых задач, потому что физика такой предмет, который требует именно опыта. Айгуль Булатова из гимназии номер один придерживалась примерно той же тактики. Девушка смогла распределить нагрузку по учебным темам в течение года и в результате получила 100 баллов на экзамене по русскому языку и еще 99 по физике. Изначально я не ожидала, что у меня будет 100 баллов по русскому, но последние недели перед экзаменом я очень много готовилась, и поэтому и получилось у меня. Но я думала, что у меня будет несколько ошибок. Интересно, что Рустам уже имеет четкую цель для поступления. Парень нацелен на Московский физико-технический институт, а вот Айгуль еще в раздумьях. Свой выбор будущего вуза и профессии она намерена сделать в ближайшие дни. А прямо сейчас оба выпускника могут немного расслабиться и в полной мере насладиться результатом своих усилий. Лариса Миронова, Задовлетшин, информационная программа. Время новостей.